К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии состояли винтовочные гранаты и системы для их метания, однако они имели ограниченное распространение и использовались не слишком активно. Более удобным и перспективным оружием считались малокалиберные минометы. Давайте рассмотрим самый интересный из них – ручной миномет Наймана или РМН-50. По имеющимся данным изделия было разработано специальным технологическим бюро НИИ-6 наркоматобоеприпасов, а конструкторскими работами руководил ИМ Найман. Причины появления проекта в свою очередь неизвестны. На этот счет можно только строить предположения. По-видимому, к появлению миномета РМН-50 привел анализ возможностей и перспектив существующих систем. Имеющиеся винтовочные мортиры позволяли метать в противника легкие осколочные боеприпасы, однако ограничивали применение базовых винтовок, а также увеличивали их вес. Более серьезные артиллерийские системы, такие как 50-мм ротные минометы, отличались большим весом и сравнительно малой мобильностью. Вероятно, специалисты НИИ-6 решили объединить винтовки с винтовочными гранатами и минометы. В качестве основы для миномета РМН-50 были взяты серийная винтовка Мосина и имеющийся 50-мм миномет. Винтовка должна была отдать новому оружию часть ложи, ствольную коробку, механизмы боепитания, затвор и часть ствола. От миномета предлагалось взять ствол без нарезов. Кроме того, новое оружие должно было использовать именно 50-мм мины. Сохранившиеся образцы ручных минометов Наймана имеют некоторые технические и технологические отличия, однако общая архитектура этих изделий одинакова. В качестве основы для миномета брались серийные винтовки с различными повреждениями стволов, исключавшими их дальнейшее использование. С целью снижения импульса отдачи при стрельбе РМН-50 должен был использовать мины без собственных метательных зарядов. Вместо них предлагалось использовать холостые винтовочные патроны с меньшим зарядом. Естественно, это сокращало максимальную дальность стрельбы, однако позволяло вести огонь без использования опорной плиты и других традиционных агрегатов миномета, удерживая оружие руками. В имеющихся источниках упоминается, что системы РМН-50 состояли на вооружении специальных групп НКВД, выполнявших различные задачи в тылу противника. С этим фактом также связаны упоминания применения не только осколочных, но и других мин со специальным снаряжением. По понятным причинам подробности применения такого оружия остаются неизвестными. Ручные минометы на базе имеющегося оружия производились серийно и поставлялись заказчику в лице наркомата внутренних дел. Кроме того, не исключаются поставки подразделениям Красной Армии. Известно, что до наших дней дожили несколько образцов РМН-50, которые теперь являются музейными экспонатами. Примечательно, что несмотря на наличие нескольких сохранившихся минометов, информация об этой разработке крайне скудна. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео.